Европа на 50% зависела от российского газа, самого дешевого. Европа все последние десятилетия жила за счет того, что она использовала российские энергоресурсы, дешевые, максимально дешевые, для производства прибыли за счет их переработки. И сейчас экономика Европы по-другому никак не может ни на что перестроиться. Именно поэтому, к сожалению, уже многие предприятия крупнейшей Европы предлили себе решение уходить в Америку, где более дешевле газ, нефть, электричество. И все последние действия, которые принимали Еврокомиссия, на которых настаивает Америка, связаны с тем, чтобы отказаться от российских энергоресурсов. Но отказаться просто от них невозможно, нужно чем-то заместить. А чем можно заместить газ европейский? Только с жиженным природным газом из Америки. Так кто здесь, основной выгодоприбедатель? Бессловно, Америка. И за последний год объемы продажи газа в Европу, они многократно увеличились. Америка увеличивает стоимость своего СПГ. Так кто здесь выгодоприбедатель? Очевидно, это США, которые будут идти, практически единственные, кто заинтересован в этой аварии. Те люди, которые взрывали ветки СП1 и СП2, они никак не думали ни об энергетической безопасности, ни об экологической безопасности. Они просто думали еще раз именно о каких-то своих экономических сиюминутных выгодах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!